3 числа моему мужу стало плохо, у него стала подниматься температура, общая слабость, потеря аппетита. Ну я подумала, что это простая там грипп, простуда. Начала дома давать ему препараты, арбидол, ну там жаропонижающие. 5 числа у него была общая слабость, общая слабость, у него была общая слабость, но он ходил, разговаривал, он дышал. Потом 6 числа я вызвала скорую, потому что температура у него не спадала. Первая скорая приехала, он сказал, вы должны сделать нам СКТ, и по этим снимкам мы определим, какую больницу вас госпитализировать. Ну мы поехали с мужем, я вызвала такси, поехали в частную клинику, сделали СКТ, дождались ответа. У СКТ показал ответы, левая сторона 15%, правая сторона 25% поражения. Ответ, там была большая вероятность COVID-19. Естественно, я испугалась его дома держать, у него сахарный диабет, я вызвала повторную скорую. Приехала вторая машина, они его посмотрели из СКТ и отвезли, сказали, мы отвезем вас в Зенгатинскую больницу. Туда, с пневмонией мы туда везем. Ну мы, они его положили на скорую, мы приехали туда, заехали внутрь, я внутрь в машине сидела, я не выходила, мне не разрешили. Внутрь машины врачи у меня спрашивали, я им объяснила, что у него температура, общая слабость, у него сахарный диабет. Показала им из СКТ, они сказали, ну они этот, отправили вот G2 блок. Когда мой муж туда заходил, он заходил своими ногами, он стоял. Врач вышел ко мне, я ему все объяснила, какие препараты он колет, что у него инсулин, он вечером такой инсулин корет, 24 единицы. Там общие лекарства сказала, какие он пьет. Ну инсулин мы взяли с собой, потому что со скорой я что взяла, то взяла, я инсулин с собой взяла. Потом, ну я его там оставила, приехала домой, вечером с ним разговаривала по телефону, не могла дозвониться, там связь тяжелая, постоянно в ней зоне. Утром я дозвонилась, муж поднял трубку, я сказала, что ему привезти, там фрукты, что он там хочет на завтрак. И врач мне сказал, когда я уезжала, чтобы я его остальные таблетки тоже привезла от сахара. Я утром все собрала пакеты, его препараты, которые он постоянно, периодически, постоянно пьет, постоянно. Я их с едой, с фруктами положила и привезла в больницу. В 9 часов я уже отдала им эти пакеты. Спустя где-то полтора часа я мужу спрашиваю, ты позавтракал, там еду я тебе отправила. Он сказал, нет, пакеты нету до сих пор. Я говорю, как нету? Он говорит, нету. Я еще раз позвонила, периодически, да, он 2-3 раза звонил. Он поднимал трубку и говорил, нету моих пакетов, я не позавтракал, лекарства я не выпил. Эти врачи, они делали его свое, ему свое, которое они назначали, которое у них там есть. Потом на следующем, а, потом я где-то через 12-м часу где-то позвонила, я уже везла обед. Я ему спросила, ты этот, получил пакеты? Он сказал, нет. Я сказала, дай кого-нибудь, кто рядом есть, медсестры там, кто рядом есть, я хочу спросить. Он дал мне трубку, там ответила девушка, я не знаю, она медсестры там, врач, я не знаю, кто она. Она, я сказала, почему я утром в 9 утра отправила ему еду, у него сахарный диабет, он должен кушать вовремя, принимать свои препараты. Она сказала, киребусо учится от кутасан, киребусо учится от кутасан. Ну, мы, короче, мы с ней поругались немножко словесно, она бросила трубку. До врачей было дозвониться невозможно, там сеть не работает, вот Билайн. Ну, я периодически, когда дозванивалась, муж разговаривал, он нормально отвечал, разговаривал, он не задыхался. Когда я на следующий день, когда с врачами, я пыталась как-то связаться, пыталась, он говорил, врачей нет, утром приходят, вечером заходят. Я говорю, позови кого-нибудь, позови кого-нибудь, нету их, вот они утром приходят и вечером приходят, сейчас их нет. Ну, я ему отправляла там еду периодически, там это, лекарства, там, ну, свое, что у него дома было, что он должен пить. Потом, ну, с врачами я не могла связаться, потом я была вынуждена, не то что с врачами связаться, еда доходила по два часа. Я привожу завтрак, привожу обед, а он еще завтрак не дошел, привожу ужин, еще ужин не доходит, лекарства не доходят вовремя. Я понимаю, что там много народа, я понимаю, что там большая больница, комплекс большой, но при этом люди там сидят, там очереди стоят, они говорят, что у них еда прокисает, она не доходит до больных, она доходит через два-три часа. Ладно, потом я была вынуждена обратиться в Кувейтское посольство, чтобы как-то там, как-то проконтролировать, потому что я не чувствовала никакого контроля, что там происходит. Мужу я отправила к кружке на второй день, у него даже сутки не было с чего пить. Это ладно, это первое. Второе, в эту больницу не пробьешься, она закрытая, ее ни туда, ни сюда, ни так, ни сяк. Я просила, связывала с врачами, просила, чтобы меня тоже положили, они говорили нет. Я говорю, дайте мне хотя бы стул, я помогу, если, они мне говорят, он не ест, он капризничает, он снимает. Они сказали, ему поставят кислород под давлением. Я говорю, зачем ему жидкий кислород? Потому что, говорят, мы хотим, чтобы у него легкие открылись, он гимнастику не делает, а он не понимает языка, он не знает ни русский, ни узбекский. Они его не понимают, он их не понимает. Меня туда не пускает. Я говорю, пустите, я буду помогать, его буду кормить, буду смотреть, они меня не пускают. Говорит, нет, вы отсюда, нет, нет, нет и нет. Ладно, состояние, на тот момент состояние было стабильно. Стабильно, они с первой говорили стабильно, потом стабильно, тяжелое состояние, все ухудшивалось. Насколько я понимала, такого ухода не было, такого. Вот врачи приходили, уходили, приходили, кололи, уходили. Потом, когда я сдала анализ, у меня анализ ковид вышел слабо положительный, я сделала СКТ, но у меня СКТ ничего не показало, у меня только бронхи, простуженные бронхи, хронические бронхи, ничего не показало. Но я взяла этот ответ, что у меня слабо положительный. Там прошла через, подошла к этой миногвардии и спросила, я говорю, я на консультацию к врачу, можно пройти? Они меня пропустили. Я когда подошла к блоку G2, моего мужа уже грузили в реанимацию. Они говорят, состояние ухудшилось, мы его отвезем в реанимацию. Там все-таки уход более такой. Главврач подошел, я не знаю, главврач, кто он, он сказал. Я говорю, почему вы его отправляете в реанимацию? Он говорит, состояние ухудшается, говорит. Там более, это реанимация, там смотрят лучше. Там постоянно под наблюдением будет. Поэтому мы его решили туда отправить. Но когда его грузили в скорую, он дышал самостоятельно. У него не было никакой маски, он дышал самостоятельно. Да, у него была слабость, он там стонал. Он мне просто сказал, поехали со мной, к комудме, идем со мной. Я говорю, я здесь нахожусь. Я никуда, я здесь. Естественно, его в реанимацию увезли. Я как, я туда как, я же не смогу туда, в реанимацию, кто меня туда пустит. Я вернулась домой. Потом, когда я разговаривала с реаниматологами, они говорили, стабильно тяжело, стабильно тяжело. Они мне попросили, чтобы я там привезла, чтобы проверять сахар в реанимации. Я привезла ему все, которые принимают, проверяют его сахар, все его эти. Они там попросили, ну там еще лантусы, другие препараты. Там верошпирон. Когда они спросили мне, чтобы я привезла им верошпирон, я спросила, что у него этот, этот, кровь, у него этот, легких, вода собирается. Врач, он сказал, нет, вода не собирается, мы просто, там он мне какой-то термин сказал, я, естественно, это не поняла. Он сказал, ну, он сказал, я говорю, он сам дышит. Он говорит, ну, сам дышит, но они сказали, тяжело. Ну, когда я с ним разговаривала по телефону, он не задыхался. Он, да, он, когда я ему позвонила, где-то вечером, в девятом часу, где-то вот так, в восемь часов, он даже на меня наорал. Он сказал, я хочу спать. У него был, потом я еще раз позвонила, он сказал, он просто мне сказал, я отсюда не выйду. Я ему говорю, ты выйдешь, почему не выйдешь? Ты выйдешь, это так не говори, это, он говорит, почему ты сюда не заходишь? Я говорю, ты не можешь сюда зайти? Здесь, я говорю, большая больница, ты выйдешь, ты ее увидишь, говорю. Она большая, ты выйдешь отсюда. Он говорит, ну, он вот эти два дня, полтора дня, он разговаривала с ним, с врачами разговаривала. Они говорят, стабильно тяжелый, сахар поднялся. Они говорят, стабильно тяжелый, сахар поднялся. Потом они какой-то период, 14-го числа, последний, когда я ему утром позвонила, до них дозвониться невозможно, потому что аппараты находятся в другом помещении, потому что, когда там эти телефоны находятся, чтобы у них оборудование не сбивалось, они его, их телефоны держат в отдельном помещении. Когда утром я с ним разговаривала, я с ним разговаривала, он мне просто спросил, я с ним начала, я позвонила, он поднял трубку, и, видно, ему принесли. Он поднял трубку и мне сказал на английском, say from doctor, пускай bring it for me, give for me water. Он сказал мне, скажи врачу, пускай мне даст воды. Он так, он кричал, сказал, скажи мне, чтобы они дали мне воды. Я про себя подумала, ну, наверное, если у него там легкие проблемы, значит, может, у него жидкость собирается, может, ему не надо воды, они же врачи. Поэтому я отмахнулась, я отмахнулась и стала с врачом разговаривать, спрашивать его состояние. Начала спрашивать его состояние, он говорит, он тяжелый, говорит, стабильно тяжелый, но он тяжелый. Он говорит, мы, говорит, хотим его подключить к этому, к аппарату, говорит. Мы, говорит, я говорю, лечение, он говорит, лечение идет в полном объеме. Лечение идет в полном объеме. Ну, я положила трубку, но что самое интересное, последнее слово, которое я слышала своего мужа, скажи, чтобы они дали мне воды. Это как? Этот человек, который всю жизнь там намаз читал, он приучен, он уразу держал, он приучен как-то сдерживаться, когда во время рамазана, во время поста он привык сдерживаться, там не пить воду, а здесь человек кричит и просит воды. Это последнее слово, которое я слышала мужа, который отец моих двоих детей. Последнее слово, вот это я должна услышать от своего мужа. Конечно, нет. Потом, ладно, я уже, ну, думаю, наверное, ему нельзя воды в данный момент. Это же все-таки врачи, им виднее же, они смотрят. Потом где-то на следующий день, 15-го числа, где-то в 9 часов, где-то в 10-м часу, мне позвонил врач, позвонил врач и сказал, у вашего мужа, говорит, открылось, говорит, ваш муж, говорит, это, сознание потерял, у него внутреннее кровотечение. Я говорю, как у него внутреннее? Мне, говорит, принесите, говорит, а на капронку, говорит, и тринакса. Я за 45 минут на одном дыхании, я выбежала из дома, я купила эти в аптеке, нашла, я доехала до этой больницы, Сергей Леев, за 45 минут. Ну, я в аптеку забегала, пока купила, прошло 45 минут. Я отвезла им эти препараты, потом я быстро ехала домой, потому что у меня батарейка садилась, я быстрее ехала, старалась быстрее доехать. Я только зашла домой, опять позвонила и сказала на узбекском, извините, говорит, ваш муж умер, говорит. Я говорю, почему умер, говорю, как это умер? Он говорит, что у него случилось? Он, говорит, он потерял сознание, у него внутреннее кровотеченье. Я говорю, как это понять, внутреннее кровотеченье? Он говорит, внутреннее кровотеченье. Я, конечно, расплакалась, он извинения стал просить, извините, что мы не смогли вашего мужа спасти на узбекском. Положил трубку. На следующее утро, естественно, я пришла в себя, позвонила еще раз этому врачу, позвонила и говорю, объясните мне, что случилось? Я вчера была в таком состоянии, что слова не слышала, что там было. Я только слышала, что муж умер и больше ничего. Ну, что я поняла? Он мне говорит, я говорю, вы мне объясните, что случилось? Он говорит, у вашего мужа открылось внутреннее кровотеченье. Я говорю, почему открылось внутреннее кровотеченье? Потому что вы разжижали ему кровь и все это 9 дней кололи ему и не контролировали свертывость крови? Он молчит. Я говорю, вы мне объясните, почему? Если бы, вот, они спросили тринаксы, и она капронка. У него, значит, они не проверяли свертывость крови. Если бы он умер, просто задыхаясь, как это многие сейчас, сейчас все, не только мой муж умер, многие там, вообще, там многие умирают. Если бы они мне сказали, что он просто задохнулся, просто задохнулся, что у него легкие не сработали, они не были, его ковид-19 легкие у него так повреждены, не были. Я бы это приняла, а это свертывость крови, потому что они просто не проверяли вот этот, на свертывость крови они кололи вот этот препарат, который разжижает кровь 9 дней, без контроля, без какого-либо контроля, без ничего. Например, вот этот анализ, который надо делать, его не нужно, дорогие реактивы, туда просто нужно кровь, склянка по дуге, и секундомер, это может даже медсестра, стоя у постели, стоя у больного, она может это проверить. Откуда у него кровь? У него язвы не было, у него был изжога. Откуда, откуда это кровочечение? Откуда оно? Я ему начала это говорить, вы мне объясните, откуда. Он молчит. Я говорю, вы не проверяли кровь на свертывость? Он говорит, не знаю. Я говорю, как не знаю? Вы реаниматор, вы реанимация работаете. Как бы не знать, он не знает. Он говорит, у него поднялись лейкоциты или соя, он мне сказал. Я говорю, лейкоциты, лейкоциты, соя, они же не разжижают кровь. Они же это, вы просто кололи без контроля разжижающую кровь. Мой муж не то, что умер, что у него вот этот ковид-19, его легкие не сработали, а просто умер за то, что у него внутреннее кровочечение. Потому что не было никакого контроля там. Они кололи и не проверяли больше ничего. Там столько, там столько, там морги, они на одном дыхании работают, там столько смертности. Люди еду не доносят, там люди приносят, люди эти, приносят близкие, там еду, лекарства, она доходит через три часа. Туда не пробьешься, не пройдешь. Там стоит мельгвардия, не пускает. Врачей дозвониться, это практически невозможно. Это можно до врачей дозвониться, только если пешком до Берлина идти, легче, наверное, чем с этими врачами связаться и вообще узнать, что там вообще происходит. Я понимаю, там, да, закрыли это, да, ковид-19, да, его закрыли, его охраняют, но при этом, должен же какой-нибудь быть контроль, какой-нибудь, кто там, что происходит вообще внутри. Я понимаю, там я насколько поняла, есть врачи там, я поняла, что там сменами. Вот я как по мужу слушала, вроде он один день хорошо разговаривает, там не просит ни воды, ничего, а второе, там, а второй день он пытается там, без какого, там, короче, одна смена, кажется, нормально работает, другие смены на этот. Вот этот реаниматор, он, я понимаю, он должен быть лучшим врачом, если он работает в реанимации. Почему он не может на простейшие вопросы ответить, просто задаваемый вопрос. Ковид-19, насколько я поняла, сколько я слышала, надо, чтобы плотно кушать и хорошо кушать, насколько я поняла. Они, это, там многие везут, там еду привозят, там родственники везут горячее, стараются, чтобы больные, там, горячую еду получили быстрее. Там не только я была. Насчет морга, насчет морга, я вот, например, вам скажу откровенно, насчет морга у меня претензий нет. Почему нет претензий? Мы держали его там в морге, потому что он гражданин другой страны, его родственники должны были разрешение дать на территорию Узбекистана, чтобы его похоронили, на территорию Узбекистана. Мы думали, его родственники хотели вывезти туда в свою страну и похоронить на своей земле. Поэтому мы ждали их ответа. Они должны были разрешение дать, чтобы похоронить его здесь, на территории Узбекистана. Поэтому в морг, я, например, там справку, да, дают, потому что там они работают на одном дыхании, потому что там смертность очень большая. Насколько я вижу, там машина за машиной, машина за машиной, там смертность действительно большая. там, потому что вот эти машины, которые везут умерших, действительно много. Вот этот врач 15-го числа позвонил и сказал, чтобы я после 10-ти я подошла к моргу. Ну, я подошла, но там, например, в морг, почему я считаю, что там не ихняя вина, потому что там умерших много. Там они на одном дыхании работали. Они справку мне дали по очереди, как они это, соблюдали очередь, да. Он гражданин Кувейта, поэтому они хотели, за счет того, что COVID-19, они не смогли привезти его через границы, другие страны разрешения не дали. Поэтому мы его похоронили на территории Узбекистана. Согласия с их, потому что мы ждали их согласия. На сегодняшний день, например, в Зенгатинской больнице я не считаю, что она показатель. Например, там есть врачи хорошие. Может, моему мужу они не попались. Я не знаю, как это объяснить, эту ситуацию. Но я считаю, что коронавирус, все с этим, это весь мир с этим борется. И, например, многие, не я только мужа потеряла, многие потеряли. Многие семьи, у кого есть, кто потерял своих близких, но они, наверное, лечились в другой больнице. Не знаю. Но есть, например, в этой больнице, вот я много слышала, что там в Юнусабаде есть хорошее, вот у меня сколько знакомые там вылечились, у них даже было до 60% повреждения легких. Это многие, я не знаю, как здесь получилось, почему здесь нету такого контроля. Даже, я понимаю, контроль, просто человечество. Просто человечество. Мы приводим сюда, мы приезжаем к врачам, я привезла своего мужа, я не пошла там куда-то, не отвела его там, аля-маля читать или что-то, я привезла профессиональным врачам, я привезла врача. Помощь, чтобы они оказали помощь, чтобы мой муж вернулся домой, у него есть дети. И вот дома дети ждали, я ждала. Это, я считаю, что, я считаю, что, это, они же врачи, они же врачи, они работают, это их обязанность, ладно, обязанность, если они, зачем они тогда пришли туда работать? Зачем? Если им там больные, воду, больным воду не дают, там пьют, не пьют или еще что-то, никакого там, плохой уход, зачем они тогда пришли, зачем? Закрыли они эту, эту территорию, а что внутри происходит, никто не знает. Например, посольство мне помогло, она мне помогла со всех сторон. Первое, когда я не могла там прояснить, что там происходит, что за моим мужем нету, никакого там ухода, насколько я это по словам поняла мужа, я потом обратилась к Увецкое посольство. К Увецкое посольство туда позвонило, и там более стало, более, уже стали более смотреть, более до врачей можно было как-то дозвониться, но при этом, я не знаю, они просто упустили время. Не знаю, это я не врач, я не могу это судить, просто я хочу, посольство помогало со всех сторон. Потом они, это их граждане, это их, их человек, конечно, они помогут. Они помогали, домой мы не забрали, в морг можно зайти только один раз, потому что, чтобы там не было распространения этого заболевания, в морг можно только забрать, зайти, они там моют его, приготовляют, все по-мусульмански, и забираете. похоронили мы его как по-мусульмански, как положено, прочитали, как вот, вечеринка, ну, как положено, мои родственники присутствовали, Квэцкое посольство тоже присутствовало, оно сопровождало, Квэцкое посольство буквально сопровождало везде. Квэцкое посольство командир «äm推а». Квэцкое посольство